Здравствуйте! Будем начинать. Для начала представлюсь. Меня зовут Рябовка Владимирович. И как я планирую построить наш разговор? И о чем? Зачем? Он связан с выходом книжки, которая здесь лежит и продается в двух домах моей истории русского народа и российского государства. И это повод к сегодняшнему разговору. Хотя, конечно, все к ней не сводится. Но, собственно говоря, это вызывает две задачи сегодняшнего разговора. Через эту книжку поговорить об истории, вообще истории России, о познании истории, о методологии истории, философии истории. Зачем вообще мы изучаем историю? Что мы о ней можем знать? Что она такое? Ну и, с другой стороны, через этот разговор что-то сказать о книжке. Я не очень люблю слово «презентация». Звучит как-то слишком буржуазно. Пахнет там фуршетами и так далее. Да, скорее слово «представление». Цель – представить книгу. Потому что есть, как вы знаете, тысячи историй России. Сотни, по крайней мере. И зачем множить сущности? Зачем писать еще 101-ю? В чем ее отличие? Презентация связана с рекламой какой-то. Я не собираюсь ее рекламировать. Я буду говорить об особенностях своего подхода и о недостатках данного издания и книги о каких-то, может быть, однобокостях и о своеобразии. То есть, нет цели все расхваливать товарным лицом, что называется. Есть цель, повторяю немножко, описать эту книгу и через нее выйти на какие-то более общие вопросы. Может быть, кому-то интересна книга, я о ней буду говорить. Кому-то интересна совершенно не книга, а вопросы исторического познания и философии истории России. Тогда, естественно, я об этом буду говорить. В общем, вот, собственно говоря, замысел состоит в этом. И я думаю, что моя речь будет состоять из трех частей. Сначала я все-таки немножко расскажу о книге, какие-то формальные сведения, как писалось, что это такое, чем она отличается от других, чисто формально, какова ее структура, каков ее замысел. Но я не слишком много про это буду говорить. Здравствуйте. Вторая часть — это разговор о некоторых вопросах, я бы сказал, исторического познания, о философии истории. И в центре всего здесь тот вопрос, который поставлен в аннотации к сегодняшней лекции о сослагательном наклонении, об альтернативах. Ну, не только он. Ну, и третья часть — это некоторые примеры. Мы спустимся на империю, к орусской истории. Разумеется, тема бездонная. О ней можно говорить сотни и тысячи часов. Именно поэтому я не забираюсь сегодня говорить слишком долго, потому что нельзя опять необъятного. Но я хотел бы, чтобы у вас осталось время на какой-то диалог, чтобы это не было чисто монологично. Поэтому регламент примерно такой, да, как обычно в архе лекция будет делиться на две части. Я сначала поговорю минут 40-45, потом небольшой перерыв, чтобы мы перевели дух на несколько минут, а потом вторая часть, может быть, чуть более короткая. И, надеюсь, ваши вопросы разного рода и по книге, и по тому, что я скажу. Вот как-то так я себе это все представляю. Значит, ну, теперь все-таки немножко про саму книгу. Как она была написана, почему вообще, почему я взял на себя такую смелость написать, издать. Дело в том, что по своему образованию, своим интересам я и историк, и философ. По базовому образованию историк, по кандидатской степени философ, и преподаю в основном философию. Но получилось так, что много лет я преподавал историю России в одном неплохом коммерческом вузе, который называется университет истории и культур. Вот лет, наверное, шесть или семь. И, конечно, во многом тот материал лекций, который я там читал, там я читал всю русскую историю от начала до конца. Конечно, достаточно бегло. Накапливались какие-то записи, тетради, материалы. И во многом это легло в основу книжки. Ну, непосредственным поводом к написанию явилось мое многолетнее сотрудничество с такой, может быть, известной многим книгой многотонной, как энциклопедия для детей издательства «Ланта плюс». Вот такая энциклопедия, она сейчас уже не выходит. Хотя она называется для детей, но, скорее, я бы сказал, что она рассчитана на студентов, нежели на школьников. Это такая уникальная была энциклопедия, непереводная, российская. И я много лет всего раз на причине сотрудничал со многими ее томами. И вот в году в 2003-2004 был замысел издать огромный том именно о России. И полтома должны были быть биографии, а полтома «История России». И вот тогда товарищ, мой коллега из энциклопедии «Аванта плюс» заказал мне написать что-то. Я это написал, но в основном это тогда не было опубликовано, потому что просто отказался издательству от планов делать этот том. И лежала у меня груда написанных листов. Тогда еще я не пользовался даже компьютером в виде машинописи. Я и сейчас не очень с компьютером дружу, но по крайней мере умею пользоваться как печатной машинкой. А тогда это была просто печатная машинка. Десять лет оно лежало где-то на заговорках моего архива. И вот тут случился оказия. Мы как-то сошлись с издательством «Прометей» и оно предложило это издать. Таким образом, фактически написано это все десять лет назад. Это уже, конечно, недостаток, потому что не учили свежей литературы, я не перерабатывал ее практически. Все, что я сделал, я сопроводил ее минимальной библиографией в конце. Вот, собственно говоря, так родилась эта книжка. Да, и отсюда еще одна проблема. Я хочу самокритично в этом признаться, хотя это, конечно, не моя вина, а скорее вина издательства. Оно на всем экономит в наше тяжелое время. Они перевели мои машинописные страницы при помощи сканера в электронные, но издатель сказал, что большие деньги просят корректоры. Корректоры не будет. Но это, конечно, безобразие. Ну что делать? Поэтому корректорам пришлось выступать мне. Вы сами понимаете, что сканер переводил сплошную абракадабру. И я тысячи вещей выправил, но сотни не выправил. Отсюда один из очевидных недостатков этого издания. Мне за него очень стыдно. Заранее, если кто-то купит, простите. Я человек полуграмотный. Да, у меня всегда была четверка по-русскому. Но уж я точно не профессиональный корректор. Корректора у этого издания не было, поэтому опечаток тут, конечно, неприлично много. Вот результат экономии издательства. Вот так все это родилось. Поскольку получилось много, конечно, для тысячи лет русской истории это не так много, но все-таки, то разбили на два тома. Первый том до Петра, второй после. Значит, да, вообще это русская история от начала Юрика и до, примерно, русско-японской войны, до начала XX века. Вот кратко я вам описал, как родилась эта книга и заодно повинился в чудовищное количество опечаток. Вообще, сейчас вообще корректора часто в книгах страдает, но чтобы вообще не было корректора и на каждой странице было по пять-десять упьющих опечаток, это, конечно, совсем стыдно. Тем не менее, это, повторяю, вина издательства. Я многое исправил, но все-таки многое и упустил. Ну, это формальная сторона дела. Как родилась эта книжка? Не хочу об этом подробнее говорить. Теперь, да, поскольку я сказал про библиографию в конце, она более чем скудная, всего несколько названий. На самом деле, на что я опирался, да, когда пишешь такую книгу претенциозную, тысячи лет русской истории, всегда вопрос, а что ты читал, а что ты использовал? Значит, ну, конечно же, использовались сотни разных книг, авторов. Те, кто возьмет на себя труд прочитать мою книгу, увидят, что есть постоянные мыслители, историки, философы, авторы, публицисты, которые проходят через всю книгу, как бы являясь такими сквозными моими любимыми героями. Это Ключевский, которого я очень люблю, да, Василий Осипович активнейшим образом используется, естественно. Это Герцен Александр Иванович, которого я тоже очень люблю, и которого мысли о русской истории не очень близки. Это, например, Милюков Павел Николаевич, его очерки истории русской культуры. Это из современных авторов, например, такой, мягко говоря, не бесспорный, но интересный автор Борис Кагарницкий, который издал книгу «Периферийная империя», где предложил такой интересный, на мой взгляд, на русскую историю, взгляд марксистский, экономический, с точки зрения мира системы. Кагарницкий не является великим историком, но я активно использовал его книгу, потому что сам я совсем не экономист. Ну, скажем так, это те авторы, которые, вы заметите, рефреном это учили в мою книгу, хотя в ней нет научного аппарата, нет системы ссылок, но я всегда пишу, как пишут такие-то, такие-то, такие-то. Помимо этого есть историки, которые были для меня такими проводниками по каким-то периодам русской истории. На мой взгляд, это хорошие историки, но это, конечно, мой личный выбор. Книга субъективна, о чем я еще скажу. Ну, например, да, опять же, не знаю, сколько вам скажут что-то эти имена, по древнерусской истории, до монгольской, и 13-14 век, и Киевская Русь, на мой взгляд, прекрасный историк Игорь Николаевич Данилевский, да, действительно, один из ведущих историков этого периода, он написал несколько томов, ну, конкретно два тома, и постоянно выступает по телевизору с лекциями, в общем, такой очень активный и замечательный. Вот, я очень активно опирался на его работы, мне очень нравятся его подходы, и вы заметите, активное влияние Игоря Николаевича Данилевского там, где исчезнет о Древней Руси. Там, где исчезнет, например, в эпохе Ивана Грозного, среди моря литературы, явно вы заметите влияние Владимира Борисовича Коблина, одного из ведущих историков, да, относительно современных, писавших на эту тему. Скажем, большое место в моей книге занимает тема Литовской Руси, о чем я еще скажу, Великого княжества Литовского. Это такой автор Думен. Ну, не только он, конечно, но он очень сильно повлиял, вы видите, сколько цитат из него присутствует там. Например, что касается важнейшей части моей книги, это «Эпоха Петра I», то еще один ведущий современный историк на эту тему, Евгений Анисимов. Причем Анисимов менял свою позицию. Сразу скажу, я использовал прежде всего его работы «Перестроечного времени», «1989 год», его знаменитая книжка «Эпоха Петровских реформ», активнейшим образом, ну и некоторые другие. По Петру, скажем, по 19 веку недавно умерший прекрасный историк Николай Алексеевич Троицкий, вот, тоже, несомненно, один из самых ярких историков. В общем, я не буду всех перечислять, просто повторяю, любой, кто возьмет на себя трубку полистать мою книгу, увидит эти имена, одни встречаются в каких-то главах, другие проходят через всю книгу. Я не стал загромождать и без того большое и дорогое двухтонное издание еще сотнями названий библиографии, я ограничивался буквально двумя десятками, но, разумеется, использовал, я повторяю, многое. Тем не менее, переходя уже к замыслу книги, к ее концептуальной, как бы, стороне, хочу сразу сказать, чем она не является, вот, несомненно, это не учебник, хотя писалась первоначально, вроде бы, на основе лекций в УЗИ и для энциклопедии для детей, тем не менее, это не учебник по многим причинам. Во-первых, учебник предполагает набор каких-то хрестоматийных фактов, что-то общеизвестное, что-то штампованное и набор более-менее усредненных оценок, как правило, официальных. Это не так. Конечно, факты у меня есть, но я не стремился дать фактографическое изложение русской истории в протяжении тысячи лет. Моя книга выстроена совсем иначе, как я скажу. И, конечно, точки зрения, которые здесь даются, очень, скажем так, не бесспорны, очень субъективны. В этом и достоинство, на мой взгляд, наличие своей позиции, полемичность, но в этом и, может быть, слабость. То есть, это не учебник, повторяю. Здесь нет систематической фактографии, здесь нет набора штампов, здесь есть что-то совсем противоположное. С другой стороны, мой труд при всей своей толщине и двухтомности не является, конечно, академическим фундаментальным исследованием профессионального историка, потому что, ну, во-первых, скорее всего, один историк сейчас бы уже не взялся после Ключевского писать всю историю России в одиночку. Нужен обычно коллектив авторов, десяток другой. Ой, нет таких историков-универсалов, которые бы профессионально, специально знали бы историю от Рюрика и до Николая II. Во-вторых, само отсутствие научного аппарата, подробной библиографии, говорит о том, что это не вполне академический монографический труд, да и я сказал вам, что он писался для энциклопедии первоначально. Книга, вот как определить ее жанр, как определить ее, скажем так, стиль? Я бы сказал, что книга написана остро-полемично, остро-заостренно, против некоторых господствующих штампов, мифов, с этим связаны и определенные резкости, и крайности, но я думаю, что это во многом правда. И я бы сказал, что в таком памфлетном несколько ключе. То есть это не учебник, не монография, это некоторая попытка предложить сколько-то целостный взгляд на русскую историю из определенных позиций, под ракурсом определенных вопросов, тем, а каких вопросов и каких тем, это я сейчас скажу. Ну, собственно говоря, концептуальный замысел книги представлен в виде двух картинок. Это была моя идея поместить их на переднюю и заднюю обложку книги, да, и я благодарен, вот если издатель в целом сэкономил на всем, да, и на корректуре, то я очень благодарен, и хочу воспользоваться случаем, сказать спасибо верстальщику, который хорошо сделал верстку книги, и той даме, которая была оформительницей книги, она очень много поработала, и она учла мои пожелания. Вот, если вы возьмете, неважно, первый или второй том, вы увидите на передней обложке знаменитую картину Васнецова «Витязь на распутье», более чем известную, а сзади знаменитую картину к медному всаднику Пушкина, да, кумир на бронзовом коне, Петр Первый, статуя Петра Первого, гонится за бедным Евгением. Собственно говоря, эти две картинки выражают особенность моего подхода к книге. Ну, «Витязь на распутье» это развилки, это альтернативы, я об этом сейчас много еще буду говорить, история альтернативная, и мне было интересно посмотреть вот эти точки бифуркации, эти моменты выбора, как они делались, кем они делались, какие были упущенные возможности, дальше на эту тему я порассуждаю подробнее. Что же касается задней картинки, так я себе представляю отношения двух главных героев в моей книге. Хочу сразу сказать, что это не чисто экономическая история России, не социальная, не история русской культуры, не военная, хотя, конечно, все это здесь присутствует в той или иной степени. Это книга, в которой есть два главных героя, и они присутствуют в названии «Народ и государство». И вот их отношения выражены в этой картине. Статуя Петра гонится за маленьким человечком Евгением. Мне кажется, что «Медный всадник», как и Борис Кодунов, это вершины размышлений на тему истории, вообще русской истории в частности, и взаимоотношений государства и народа. Для меня очень принципиально это разделение. Оно совершенно нетипично для современной официальной исторической науки. Во многом моя книга полемична по отношению к каким-то таким державным представлениям, которые сейчас господствуют. Дело в том, что я принципиально разделяю государство и народ. Это для меня не что-то тождественное, а учитывая русскую историю, наоборот, нечто едва ли не противоположное. Когда говорят, например, фараон Хеопс построил пирамиду для себя, надо всем говорить, не Хеопс построил, а рабы построили. Вот есть Хеопс и есть рабы. И вопрос, сколько они положили костей на эту пирамиду. Я даже сказать, Хеопса с его рабами не стоит. Когда говорят, Россия вступила в Первую мировую войну. Опять же, кто вступил? Вступили правящие элиты, но миллионы людей, которые были убиты или пострадали на этой войне. Да, они вовсе не думали о захвате Дабдонелл и Босфора, как те круги, которые в эту войну Россию ввязали. Поэтому, повторяю, вот есть народ и есть государство. И подход моей книги в рамках одного из подходов существующих русской традиции, подхода либертарного, присутствующего в обнароднической историографии, это мысль о том, что история России, в частности, я сейчас не говорю про историю других стран, об этом можно говорить отдельно, это во многом история борьбы государства и народа. В России так получилось, и я подробно пытаюсь понять, почему так получилось, государство получило чудовищное развитие, во многом за счет, и вопреки, и в подавлении людей, народа, вот этого маленького человечка Евгения. И государство создавало последовательно то крепостное право для того, чтобы получать средства на воины и прокормить дворян, то проводило Петровскую, а потом Виттовскую, Столыпинскую, Сталинскую индустриализацию, создавало свою прикормную, так сказать, буржуазию, при государственных, государственных заказах, свой капитализм, при государстве. Потом в 20 веке, да, все это продолжается, вся эта история. В 20 веке я не лезу здесь, хотя, конечно, его дыхание все время чувствуется в книжке, но она останавливается на пороге 20 века. И можно вспомнить знаменитую формулу Черномырдина, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот всякий, кто как-то начинает заниматься русской историей, замечает какую-то последовательность, цикличность. Тут мы подходим уже к тем вопросам, о которых я поговорю чуть дальше, в русской истории. То есть, некоторую преемственность сюжета, которую прекрасно передал тот же Пушкин, уже не в медном санике, а в Борисе Кодунове. Да, вот есть злодеяния власти, есть народ, который то в них участвует, то в ужасе хранит молчание. Да, то есть, все эти сюжеты там очень хорошо переданы. И сами носители государственной власти это ощущали. Скажем, Сталин ощущал глубинное родство с Петром Первым, не зря по его приказу придворный писатель Алексей Николаевич Толстой написал такой восторженный роман, Петр Первый, в котором учитываются все эти параллели, вот отставый народ, костный, плохие бояре, и вот могучая власть, но не партии, да, а передовой царь, который железной рукой ведет народ к счастью. Сталин чувствовал свою преемственность с Иваном Грозным, и Петр тоже считался продолжателем Ивана Грозного, Иван Грозный продолжателем Ивана Третьего, тот Иван и Калиты. Выстраивается некоторая традиция типологически близких персонажей, да, которые символизируют самые какие-то важные моменты в нашей истории. И вот мне хотелось это ощутить, почувствовать, показать этот пульс, эту диалектику взаимоотношений государства и народа, почему это происходит, да, какие возможности упущены, почему вообще возникает эта логика, о которой я говорю. Вот это вот то, что делает для меня историю, я не говорю конъюнктурно, политизированно, жестко притянута к современности, нет, но какой-то актуальный, живой, драматургичный, интересный. Поэтому повторяю, в чем своеобразие книги, и подытожу как бы этот кусок своего рассуждения, это не учебник, это не фундаментальная монография, все-таки объем и мои знания не позволяют второе, и я не стремился к первому. Это некоторый взгляд на русскую историю, концептуально целостный, последовательный, с точки зрения альтернатив, точек выбора, с точки зрения взаимоотношений государства и народа, их мягко говоря, драматических взаимоотношений, и попытка как-то понять вот эту механику русской истории, как все это работает, да. То есть книжка подчеркнута проблемно, с акцентом вот на эти сюжеты. И основной герой этой книги, еще основная тема, это тема свобода и несвобода. Да, опять же, я говорю, что это либертарный взгляд на русскую историю, либертарь от слова свобода, да, то есть это вопрос о свободе в истории России, да, когда и почему она терялась или приобреталась, кто за нее выступал, кто против. Вот это определило угол зрения, выстраивание всего сюжета, и это определило, наконец, структуру книги. Скажу еще два слова о структуре. Значит, ну я разделил свою книгу вслед за Ключевским на шесть больших частей, неравных. По основным этапам русской истории во многом следую Василию Осиповичу. Первый, самый короткий, откуда есть пошла русская земля, стандартное название, да, первые века русской истории. Второй, Русь Киевская. Третий, Русь Удельная. Четвертый, четвертый раздел, соответственно, Русь Монгольская, Русь Литовская, то есть от монгольского завоевания до начала шестнадцатого века. Пятый раздел, соответственно, Московская Русь, это от шестнадцатого века и до Петра. И эти пять первых частей занимают первый том, он больше получился. И, наконец, естественно, шестая часть, самая большая, она занимает весь второй том, это Петербургская Россия. Вот, ну, повторяю, структура по Ключевскому. И с учетом моих интересов, с учетом того, о чем я сказал, подхода к русской истории, я строил материал. Я очень подробно останавливался на точках развилки, точках выбора, возможностях, альтернативах, столкновениях. Да, и понятно, что это за точки. Это, там, та же история с монголами. Да, диалектика отношений Москвы, Литвы, Твери. Это эпохи, там, Калиты, эпохи Ивана Третьего, Ивана Грозного. Огромное место уделяется смутному времени. Огромное место уделяется Петровской эпохе. Остальные периоды даются штрих-пунктирно. Да, то, что мне представляется более-менее безальтернативными моментами русской истории, когда развилка пройдена до следующего глобального выбора. Скажем, в этом смысле вы заметите, непропорционально мало места посвящено но история России такой важной, богатой, драматичной, насыщенной событиями от смерти Петра, то есть от 1725-го до великих реформ Александра II, 1855-го года. 130 лет, сколько там всего было, вы себе представляете. У меня это сравнительно небольшой раздел, но там где-то меньше 200 страниц. В общем, естественно, что в такой нормальной, какой-то обычной учебнике или книге было бы наоборот 200 страниц всего предыдущая, а вот эти важнейшие 18-19 века очень много. Именно потому, что я в этом периоде не видел или почти не видел каких-то принципиально важных моментов выбора, мне казалось, и я так считаю, что после Петровской России с неизбежностью должна была прийти и к Крымской войне, и к революциям начала 20-го века. И мне было бы просто важно показать, как эта логика процесса развивалась, не застревая очень подробно. И я там даю это очень широкими мазками. Ну, 200 страниц, это, конечно, не так мало, но совсем и немного. Вот. И, с другой стороны, 750 страниц книги, это кажется много, но когда это тысячи лет русской истории, это тоже ничтожно мало. Поэтому я шел на упрощение, на схематизм, надеюсь, что я сильно не искажал факты, по крайней мере, сознательно. Вот. Но при этом, разумеется, книга написана с авторской позиции, в этом, на мой взгляд, и достоинство, и недостаток. Должен заметить, что, поскольку изначально все это писалось для энциклопедии, а в энциклопедии там так, там идет основной текст, а на полях какие-то сюжеты добавочные. Так же строится и эта книга, если вы увидите. Идет какая-то основная глава, там, допустим, Киевская Руси, а потом несколько сюжетиков к ней дополнительно, да, допустим, споры о социальной природе Киевской Руси, или там основной текст про монголов, а потом споры о, там, Золотая Орда, или споры о влиянии монголов на Русь. Вот. То есть в конце каждой главы идут, как правило, сюжетики, которые призваны как-то дополнить основной текст. Еще я старался, насколько позволяла, конечно, возможность объема и так далее, все-таки поднимать историографические споры. У меня есть специальные сюжеты по некоторым ключевым спорам в русской историографии, ну, начиная с нормандской программы, прям, и споры о понятии Русь. И затем такие же сюжеты, споры о Иване Брозном, о Петре Первом, о монгольском Иге. При этом всегда есть моя точка зрения, может быть, она даже слишком педалируется, но, да, чья позиция мне ближе в этих спорах. Но я даю разные аргументы, разные позиции. То есть, в общем, нельзя сказать, что книга совсем монологична. То есть она, конечно, очень субъективна, очень авторски написана, но я все-таки надеюсь, что я старался давать точки зрения и противоположные, хотя всегда в полемике. Вот. И повторяю, есть целый ряд сюжетов, посвященных именно таким вот историографическим спорам, которые, в общем, призваны как-то дополнить мою собственную позицию и ввести, потому что писать историю России без историографии совсем невозможно, даже если ты это пишешь так популярно, публицистично и кратко. Вот. Вот такие узловые моменты обычно представлены даже в специальных сюжетах, разные позиции, столкновения мнений. Это делает все драматичнее и объемнее. Вот. Ну вот, наверное, это первая часть, когда я пытался вам объяснить, собственно говоря, о чем эта книга, в чем ее своеобразие, как и зачем она писалась, и мы через это плавно переходим на часть вторую, все дальше уходя уже непосредственно от книги, к некоторым теоретическим вопросам. Я уже слегка в это влез. Зачем вообще надо учить историю? Изучать ее? Чем она нам может быть интересна? Каковы парадоксы исторического процесса? Мы понимаем, что слово «история» двусмысленна. Это и процесс событий, и это и знание об этих событиях. То есть, само слово «история» изначально несет в себе два смысла совершенно разных. История как набор фактов, каких-то событий, собственно, как то, что сейчас происходит, и история как некое знание, интерпретация, тексты на тему о случившемся. Так вот, зачем же изучать историю? Чем она нам может быть интересна? И каковы парадоксы истории? Ну, я попробую очень коротко этого коснуться. Тема необъятная. Да, мне не хочется вас слишком утомить. Но все-таки. Во-первых, я, конечно, не согласен с тем, что история – это знание о прошлом, об ушедшем. Если все прошло и ушло, зачем это нам нужно? На мой взгляд, история о том, что продолжается. Если оно прошлось, не значит, что оно совсем преодолено, что оно совсем отброшено. Как писал Максимилиан Волошин в одном стихотворении, которое, кстати, очень многое, если вы заметите, цитирую в своей книге. Да, я стараюсь привлекать разных поэтов иногда, которые мне нравятся и близки. Волошин, мне кажется, очень глубоко и много размышлял о русской истории, и я очень люблю его стихи. На мой взгляд, это такой замечательный поэт-философ. Так вот, у него есть такая строчка «История уснувшей сон корней». То есть, корни уснули, но они могут проснуться. Или, как глава Навалес, «Историк – это пророк, обращенный в прошлом». То есть, история не о том, что совсем ушло, преодолено, отброшено и забыто. Тогда бы она никак нас не касалась. И не случайно это преемственность. Это осознание тем же Сталиным себя как продолжателя Петра, Ивана Грозного, Ивана Калиты. И тех, кто им противостоял, тоже ощущают свою преемственность. То есть, в истории ничего не завершено, ничего не закончено. Все продолжается. Все альтернативно, все вариативно. И это делает это такое увлекательное и интересное. И вот несколько, я сейчас позволю себе, это, конечно, будет довольно доморощено, в рамках популярной лекции, вы меня простите, сформулировать несколько таких, я бы сказал, антиномий или парадоксов истории, которые, мне кажется, делают ее такой интересной. Во-первых, такой парадокс первый, да, такая пара противоположных тезисов, прямо в духе кантовских антиномий. Первая пара тезисов. В истории все случается только один раз, да. В истории все впервые. И действительно, один раз Каликовская битва, один раз Наполеон, один раз что-то еще. Все в первый раз. Один раз тот же Петр Первый. Все в истории штучно, все в истории неповторимо, все в истории уникально. И вот вам противоположный тезис. Все уже было. Нет ничего, да, как сказано еще в книге Экклезиаста, да, все повторяется, все возвращается на круги своя. Я об этом пишу в самом начале первого тома. Это одна из, мне кажется, главных проблем историка. Проблема начала. Когда это началось? Как только ты что-то считаешь началом, тут же выясняется, что до этого начала было какое-то другое начало, и ты так уходишь в бесконечность вплоть до Адама и Евы. Потому что, что считать началом народа, началом государства. Были другие государства, были другие народы. Они слились, они образовались, они перетекли, они синтезировались. Вот. То есть, все в истории однократно, и все уже было, все уже знакомо. Тот же Петр Первый, как бы к нему не относиться, да, новатор, да, крупная фигура, да, какие-то преобразования. И все, и полки нового строя, и даже газеты, и театры, и корабль «Орел», и все остальное, все это уже было при Алексее Михайловиче. Да. И куда бы мы ни взглянули, везде так оказывается. Не доищешься концов, не доищешься начала. Вот это очень интересно. Это как раз та особенность истории, о которой я уже сказал. То есть, ничего не уходит, ничего не исчезает. Всегда все продолжается. Все вроде бы уникально, и в то же время все продолжает что-то. Это очень интересно. И это, повторяю, делает историю нам близкой, важной и задевающей. И нам есть дело до того, что там было в 13-14 веке. Вот. Это одна такая пара антиномий. Один парадокс исторический, который, как мне кажется, интересно заметить. Вторая пара противоположных тезисов. Все в истории происходит через личность. Это так? Это так. Конечно. В истории действуют люди. А люди, я надеюсь, вы со мной согласитесь, не совсем марионетки, не совсем функции. Люди имеют выбор. Люди свободны. Так? Так. Конечно. И мы можем взять каких-то великих исторических фигур и посмотреть. Там есть тысяча таких сюжетов. Тысяча размышлений на эту тему. То есть, история творится личностями. Это правда. А личности, повторяю, до известной степени осмысленны и до известной степени свободны. Но вот вам и противоположный тезис. Но сама личность, она вмонтирована, встроена. Она родилась в каком-то социуме. Она не выбирает своих родителей, свою эпоху. Ах, как говорит Сартер, да. Мы не выбираем время, в котором мы родились. Мы не выбираем, кем быть в этом времени. Да. Но... То есть... И вот отсюда возникает одна очень интересная сторона истории, которая мне лично очень любопытна. Потому что тут мы ставим вопрос, который лично меня очень волнует. Вопрос о свободе опять. О свободе воли. О границах нашей свободы. И о границах нашего постижения истории. Да, мы не функции, мы не марионетки, но мы и не всесильные. Мы не обладаем все знаниями. Мы сталкиваемся с вилами, по которым наступал царь Эдипа Сафок. Великий, мудрый, прекрасный. И в то же время шедший навстречу самого уничтожения. Да. В этом трагедии, рок, греческая трагедия. Когда человек не осознает последствий своих поступков, не знает своих собственных предпосылок. И в итоге налетает на то, на что Эдип налетел. Вот. То есть... История двоится личностями, но личность вмонтирована в набор ролей исторический фон. И поэтому лично мне особенно интересны такие исторические сюжеты, которые связаны с конфликтом между личностью и ее ролью. Ну, например, из всех русских царей Диктанстека мне наиболее интересен Александр I. Потому что он наиболее рефлексировал. Он наиболее не хотел быть функцией. Он хотел в юности... Он вообще был республиканцем, был воспитан швейцарцем в лагарку. Хотел уйти от трона, как постыдно это самодержавие. Потом Лоника заставила его участвовать в убийстве отца. Он все время рефлексировал, переживал. А потом, как гласит народная легенда, чуть ли даже не покинул трон и стал старцем Федором Кузьмичем. То есть, вот. А с другой стороны свита, ему все время говорят, рано проводить реформы. Общество не готово на кого опереться. И Лоника самодержавие. И вот это конфликт, да. Конфликт между, скажем, императором, очень несвободным человеком, который зависим от окружения, от опасности дворцового переворота, от убийства. Но в то же время у него есть совесть, у него есть разум. Или, скажем, знаменитый парадокс декабристов. Вы, наверное, все помните эти знаменитые строки. Их даже Некрасов цитирует в своей повести, ой, поэме «Русские женщины». Помните, когда огласили решение суда, всем стало ужасно и жутко. В салонах Москвы повторялась тогда одна Ростопчинская шутка. В Европе сапожник, чтобы барином стать, гунтует, понятное дело. У нас революцию делало знать. В сапожнике, что ли, захотело? Ростопчинка, начальник Москвы, не понимал. В Европе там восстают сапожники, понятно. А зачем у нас двояне, гвардейцы, полковники, как Трубецкой, рискуют жизнью, рискуют свободой ради каких-то идеалов, ради чего им еще надо. Опять же, не нужно идеализировать декабристов, но это интересно, когда люди пытаются выйти за рамки воли, пойти против, казалось бы, собственных каких-то шкурных интересов. Демонстрируют, что они не просто марионетки. И все-таки это все есть. Опять же, Сартер пишет, важно не то, что из тебя сделали, а то, что ты сделаешь из того, что сделали из тебя. То есть, человек задан, но он не является фатально заданным. Он свободное существо, но свободное не до конца и не во всем. Он познающее существо, но познающее, смотри, Египта, не до конца и не во всем. И вот отсюда еще один парадокс истории, вообще и русской истории, естественно, тоже. Да, если первую пару антиномий, напомню вам, звучит так. Все в истории однократно и все уже было. Нет ничего нового. Все в первый раз и все уже было. Второй парадокс звучит так. Да, истории творят люди, но люди сами творятся. Средой, ситуацией. И отсюда возникает напряжение. Попытка познать, да, творят дрожащие или нет. Прямо по Достоевскому. Вот. Ну и наконец мы подходим к самому интересному, третьему парадоксу, третьей паре антитез, ради которой я, собственно, сказал две первые. И о чем мне хочется порассуждать побольше, поскольку это очень интересно и это ключевая тема для моей книги и вообще для многого. С одной стороны, в истории есть альтернативы, есть точки выбора. Да. С другой стороны, они не абсолютны. С другой стороны, есть свои закономерности, есть своя логика. Если мы с вами отрицаем альтернативы в истории, прошлое, настоящее, будущее, то мы с вами становимся, а, фаталистами, б, мы выкидываем из истории этическое измерение, с, мы становимся не субъектами, а объектами манипуляций власти мущих, да, то есть, д, мы вообще не понимаем историю. Потому что если мы не будем говорить, а что было бы если, то мы тогда не поймем, что же произошло и что было упущено, или, наоборот, не было упущено. Вот. Поэтому отрицать альтернативы в истории совершенно бессмысленно, и невозможно, и неправильно, и по этическим, и по познавательным соображениям. Об этом я сейчас расскажу побольше. Но если мы с вами считаем, что в истории всегда возможно все, то тогда мы вообще теряем почву под ногами и скатываемся в область мифов, типа того, что вот, как сейчас говорят про революцию семнадцатого года, приехал Ленин, была прекрасная страна, получил денег от Парвуса и устроил революцию. Да, то есть, это вот мифотворчество по принципу, вот, что угодно, может быть, где угодно, там, Фоменко, Носовский и все остальное. Вот. И дальше начинается. То есть, отрицание закономерностей в истории, отрицание логики истории приводит нас к мифотворчеству, а отрицание в истории альтернатив делает нас рабами и слепыми рабами. Вот. Ну вот я хочу именно об этом поговорить поподробнее, да, вот, собственно говоря, есть фраза, которую очень часто повторяют, и которая мне глубоко ненавистна, и в каком-то смысле вся моя книга, такой протест против этой фразы. Но, к счастью, я не первый, как я дальше скажу здесь. Это история не терпится слагательного наклонения. Как говорит один мой знакомый, коллега, известный историк, Александр Владимирович Ильич, покажите мне человека, который это сказал, и я дам ему первому сказал. Вот. Я не знаю, кто это сказал первый, но эта фраза стала общим местом. Но, на самом деле, это действительно ужасно, если история не терпится слагательного наклонения, потому что, ну, давайте я немножко подробнее разверну аргументацию на сей счет, потому что, во-первых, ну, начнем, допустим, с познавательной стороны. Сошлюсь здесь на такой великий авторитет, я думаю, для многих, не только для меня, как Макс Вебер, да, великий немецкий социолог, историк, да, один из создателей гуманитаристики 20-го века. Он в одной из своих работ очень подробно разбирает эту тему и подробнейшим образом показывает, почему в истории необходимо слагательное наклонение, да, то есть, вот, скажем, мы берем грех-персидские войны и предполагаем, что Соломенская битва была бы проиграна, или Фермопильская, ну, Фермопильская была бы проиграна, как известно мы героически, а вот Соломенская битва, афинь не проиграли, персия победили, как бы тогда иначе пошла история, да, и если мы это предположение не сделаем, этого мысленного эксперимента, то мы тогда будем понимать историю очень плоско, очень однобоко, кроме того, если мы с вами считаем, что сейчас есть выбор у нас, почему мы его отказываем людям 100, 200, 1000 лет назад, и наоборот, да, тут одно тянет с собой другое, предполагается, что мы сейчас можем выбрать, а они тогда нет, но ведь тогда это верно в каждый момент истории, поэтому, повторяю, познание истории будет плоским, скучным, однобоким, неполным, если мы скажем, что история не терпится слагать вам наклонение, поэтому сошлюсь на великий авторитет Макса Вебера, но не только он размышлял подобным образом, например, другой известнейший историк, эфиосов 20 века, Тойнли, Арнольд Джозеф, написал целую большую статью под названием, по-моему, Александр Македонский не умер в Вавилоне в 323 году, что было бы, если бы Александр не умер, да, вот развитие этого тезиса, как бы пошла история, да, он дал такой блестящий на все еще сценарий, или, например, ну оставим пока, собственно, историков, философов, такой всем известный писатель, как Стефан Свейк, у него есть сборник эссе или рассказов под названием «Неповторимые моменты истории», по-моему, так называется, где он берет вот эти точки бифуркации, где он берет какие-то исторические сюжеты, где все висело на волоске, да, прям по современной синергетике, там, упадя там туда или сюда, ну, например, там он берет Ватерлова, если бы генерал Груши успел, а Глюхер не успел, Наполеон победил, как бы все пошло, или, ну и так далее, то есть вот Свейк пишет целый сборник прекрасных эссе и рассказов о таких моментах в истории, да, неповторимые моменты истории. А, наконец, сошлюсь, чтобы не слишком загромождать примерами тех, кто размышлял, как я, я здесь, повторяю, к счастью, не первый, кто об этом много размышлял и построил на этом свою книжку, сошлюсь на такого выдающегося философа 20 века, как Вальтер Бениамин, у него есть очень небольшая, но очень важная работа «Тезисы о понимании истории», где он высказывает несколько очень, на мой взгляд, правильных мыслей, что историю пишут победители. А если мы с вами отказываемся, точнее, если мы соглашаемся с тем, что история не терпит слагательного наклонения, то это значит, что все жертвы были напрасны, все, кто сопротивлялся, сопротивлялся напрасно, все палачи оправданы. Эта точка зрения очень выгодна власть имущим. Я помню, вот тут многие люди молодые, да, многие не очень, но была эпоха перестройки, да, и тогда Михаил Сергеевич Горбачев использовал такой потрясающий эвфемизм, он меня тогда поражал своим крайним цинизмом, он говорил, «Однопартийная система в СССР сложилась исторически». Сколько всего стоит за этой фразой, да, сколько преступлений, злодействов, убийств и так далее. Исторически, так исторически сложилось, да. В общем, повторяю, историю всегда кто-то делает. Назовите имена, назовите героев, пожалуйста, кто был согласен, кто нет, кто голосовал за, а кто против, кого поставили к стенке, кто сопротивлялся, кто пытался убежать. Если мы с вами говорим, вот эти победили, Москва была обречена объединить Русь. А так ли это? А лучше ли это сценарий? А что могло бы быть, если бы Владимир Красносолнышку принял бы не православие, а католицизм или ислам мог бы, или, скажем, иудаизм тоже мог бы. А что было бы, это как раз необходимый вопрос для историков, да, если бы Ленин умер в 18-м году от выстрела Каплан, от Роски победил Сталина, и так далее. Что было бы, если бы заголовь Верховного Тайного Совета 1730 года увенчался успехом, а не порвал кондиции в России, густная ускористационная монархия в 1730 году, а не в 1905. Мне кажется, историк обязан задавать себе такие вопросы со всех точек зрения. И с точек зрения, повторяю, то есть, вот Вальтер Бениамин, к которому я хочу еще на секундочку вернуться, говорит, что надо создать историю со стороны проигравших и угнетенных. Не со стороны Хеопса, а со стороны рабов Хеопса. Да, вот это очень важно, раз отождествление. Вот, да, в истории, как и везде существует Стокгольмский синдром, когда насильник не просто наставил пистолет на свою жертву, но и заставил ее любить и отождествлять ее с ним. Вот это очень важно, разделить, да, Хеопса и рабов, разделить тех, кто вел Россию в 14-м году в Первую мировую войну, жажда укрепить самодержавие и захватить Константинополь, и тех, кто своими миллионами жизней платил за это. Да, пока мы все это объединяем общим словом Россия, или там Египет, или Китай, неважно. Да, император Цинчихуанди построил Великую Китайскую стену, а он построил полтора миллиона погибших на этой стене. Вот, или что толку этого. Вот, в общем, повторяю, это очень важно преодолеть Стокгольмский синдром. Вот эту магию победителей. Кто победил, тот прав. Победителей не судят. Судят. И поэтому тут очень важно все. И познавательная сторона, делающая историю в слагательном наклонении интересной, многомерной, настоящая многомерная, прошлая многомерная, будущая многомерная. Ничто не предопределено, хотя и есть закон, и есть логика. Да, есть. Это тоже хочется понять. И с точки зрения этики, все-таки для меня это очень важно. Этическое измерение. Да, встать на сторону проигравших. На сторону тех, кто боролся, но был задавно. Тех, кто сопротивлялся. Тех, кто не молчал. Да, не на сторону палачей, победителей и триумфаторов. Поэтому, если считать, что история не просто нагромождение фактов, как говорят позитивисты, история не фатальный процесс, как считают многие. В истории действуют люди, то есть существа отчасти хотя бы свободные и разумные. В истории есть место свободе, есть место этической оценки. История как-то нас касается, то тогда, конечно, смыгательное наклонение в истории совершенно необходимо. И вот именно это было для меня, если угодно, такой не теориадный, через который я писал свою книгу. Она заострена на этих самых альтернативах. Кто виноват, что можно было делать, что делалось, почему хотели как лучше, а получилось как всегда. Откуда возникает вот эта логика в русской истории, какие были упущены возможности, и какие были развилки. И вот на этом книг концентрируется. Это не учебник, который равномерно распылен по всей тысяче лет, повсюду по чайной ложечке фактов. Нет, сгустки фактов, сгустки проблем, сгустки рассуждений с точки зрения той, о которой я сказал, народ, государство, тема свободы. А вот, повторяю, две эти картинки, Витязь на распутье и бедный маленький Евгений, за которым гонится Левиафан в виде медного всадника, это, собственно говоря, карточка, визитная картинка моей книжки. Вот, собственно говоря, вот это то, что делает историю живой, интересной, касающейся нас, актуальной, не в смысле какой-то плоской, пропагандистской, официозной или антиофициозной, неважно. Тем, что касается человека, тем, что волнует, потому что мы понимаем, что и тысячу лет назад были свободные люди, и были у них те же проблемы, и боролись они, и скушались они, и проигрывали они, и гибли они. И ничего не с нас началось, и не нами закончится. И вот, когда ты начинаешь чувствовать историю так, как мне кажется, пытался представить ее, я при всей схематичности, там, неполноте, дилетантизм, и повторяю, нельзя быть специалистом во всех тысячах лет русской истории. Ну, я пытался представить русскую историю именно в таком смысле, да, какова ее внутренняя механика, каковы упущенные возможности, какие альтернативы, почему произошло так, как произошло, на этом сакцентировать весь материал, вокруг этого построить все проблемы и все изложение. Вот, в этом повторяю, мне кажется, и достоинства, и специфика книги, и недостатки, потому что да, субъективно, да, неоднозначно, да, иногда очень публицистично и памфлетно. А вот, собственно говоря, так все это строится. Повторяю в острой полемике с некоторыми господствующими представлениями, которые сейчас считаются общепринятыми, как и сама идея о отсутствии сослагательного наклонения в истории. Вот, ну вот, наверное, да, как раз время, вот я уже отговорил, минут 50, да, наверное, время завершить вторую часть из тех трех, о которых я говорил. Да, я сначала сказал немножко о книжке, потом немножко сказал о том, как я понимаю историю в связи со своей книжкой, конечно, тоже. Ну и третья часть, наверное, уже после небольшого перерывчика, минут на 10, я поговорю немножко об эмпирике. Конечно, я не буду рассказывать все 750 страниц своей книги, все тысячу лет истории, просто несколько примеров, как все это реально работает, да, о некоторых альтернативах, о том, как мне это видится с тех методологических, мировоззренческих, историасовских оснований, о которых я говорил вот сейчас. Да, вот мне бы хотелось немножко об этом поговорить в качестве примеров, может быть, вторая часть будет короче, но все-таки, конечно, без примеров это будет слишком схоластично, мое рассуждение, и они повиснут в воздухе, поэтому, конечно, нужны примеры, хотя бы несколько, и вот на них я хочу сосредоточиться, ну, наверное, после перерывчика, да, давайте сейчас, вот, в моих часах как раз 8, да, минут 10 от силы вы переведете дух, да, и через 10 минут, я думаю, еще минут 40 поговорю, и потом ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, вы их можете себе записывать, чтобы не забыть сразу, и потом по окончании без этого. Давайте сейчас перейдем. Несколько слов еще вдогон по двум первым частям. Во-первых, чтобы как-то проиллюстрировать чуть-чуть мою мысль о соотношении свободы и несвободы, альтернативы и закономерностей в истории, хочу привести один простенький пример, да, сравним это с одним человеком, вот, вот, с каждым из нас, да, вот вы живете-живете, вы, с одной стороны, ниоткуда-то не взялись, да, у вас родители, среда, но, с другой стороны, вы это вы, вы можете выбирать, вы подходите к какой-то важной точке выбора, допустим, закончили школу, решаете, куда идти учиться, учиться ли куда-то, в вуз, не в вуз, в какой вуз, важный выбор, выбрали. Потом, некоторое время вы расхлебываете последствия этого выбора, допустим, вы на втором курсе поняли, что это совсем не то, резко бросили, или то, но что делать. Вы, наверное, поняли, к чему я клоню, мне кажется, что история стран и народов, она похожим образом развивается, то есть есть место глобальным выборам, после которых каждый очередной выбор предопределен набором предшествующих, но в то же время не фатально, потом в рамках определенной жизненной траектории народа, страны, культуры, возможно, только локальные выборы, потом до следующей разбилки, ну, например, например, что можно привести здесь в параллель, так сказать, с историей, например, после монгольского ига, там, очень многое было определено, о чем я сейчас поговорю в русской истории, но были у вас варианты, Москва или Тверь, там, со своими локальными версиями, как центры объединения и стратегии, хотя это уже не стратегический выбор, а такой тактический, или, например, после Великой Российской революции 17-21 годов, масса вариантов, развивок, да, чем интересны такие эпохи, и потом, в 21-й год пройдена точка выбора, но уже возможны выборы более локальные, кто кого, там, Сталин, Троцкий, тоже это немаловажно, но уже в рамках стратегического выбора, шаг вправо, шаг влево, туда-сюда, вот, мне кажется, что эта параллель, она объясняет мой взгляд на историю, то есть, да, есть стратегические развивки, есть развивки тактические, не очень принципиальные, есть предшествующий выбор, который давлеет над нами, но не абсолютно, вот, в общем, как-то так, вот, повторяю, по аналогии с человеком, можно представить себе, как я себе представляю историю. И еще я забыл назвать, я упомянул, там, Бениамина, Циика, Тойнби, но, вот, известный мне довольно удачный пример, хотя и не идеальный, похожий он, на мой взгляд, точнее, мой взгляд похож на их, поскольку они раньше. А вот три историка довольно известных, да, Карацуба, Курукин и Соколов, издали вот такой том, где они попытались сделать то, что я тоже по-своему пытался сделать, под названием «Выбирая свою историю», «Разъемки на пути России от Людиковичей до Олигархов». Ну, можно спорить, там, с частностями, но сам подход именно такой, который и я пытаюсь здесь разбирать, да, то есть они берут какие-то точки дефоркации, какие-то, с их точки зрения, ключевые моменты, рассматривают упущенные возможности, рассматривают, как могло быть, как стало, почему стало, так как стало. Вот, в общем, очень неплохая книжка, повторяю, да, вот, Карацуба, Крупин и Соколов, да, книжка вышла, ну, она доиздается иногда, ну, вот, Москва, шестой год, вот, можно тоже потом по окончании подойти посмотреть. Вот, мне кажется, что это что-то похожее на то, к чему и я стремился, может быть, несколько с иных позиций, там, идейных, каких-то методологических, но вот сходство здесь очевидно, да, выбирая свою историю «Разъемки на пути России от Людиковичей до Олигархов», то есть здесь покупка, вот, взять всю русскую историю и посмотреть именно то, на что и я пытался посмотреть, где и как выбирали, почему выбирал, или кто выбирал, кто сопротивлялся, и что не получилось, и почему. Вот, в общем, вот, повторяю, хорошая, по-моему, книжка, не идеальная, но ничто не идеальное, но вполне интересная. Ну, вот, это вдогонку к предыдущему, а теперь последняя часть, уже хочется поговорить немножко конкретнее. Я не буду разбирать десятки и сотни таких развилок, вариантов во всей русской истории, это, ну, надо действительно пересказывать всю книгу и даже выходить за ее рамки в 20 век, книга останавливается на пороге 20 века, а я не буду сейчас рассказывать вам ее какие-то концептуальные положения, я остановлюсь до примера на одной эпохе, но она, мне кажется, принципиально важной, основополагающей, это 13-14 век. Вот, те, опять же, кто живет долго и помнит перестройку, начало 90-х годов, вы, наверное, помните, что тогда Станислав Говорухин снял фильм, за который, наверное, сейчас ему было бы неловко, столько раз, чтобы просто поменять свою точку зрения на 180 градусов, но тогда он, вполне выражая дух времени, снял фильм «Россия, которую мы потеряли», в свое время известный был фильм, ну, где он, переворачивая советский взгляд, в СССР у нас не били все сразу с 13-м годом, вы говорите, как было ужасно в 13-м году и как хорошо в Советском Союзе, а он как раз обращается к России до 13-го года, до 17-го года, ну вот, но, на мой взгляд, Россия, которую мы потеряли, это не 13-й век, то есть, вот есть история Руси до 13-го века, и это совсем другая Русь, а та Русь, которая до сих пор продолжается, это Русь после 13-го века, да, вот, принципиальный выбор был тогда сделан, во многом, тогда были заложены, как сейчас можно говорить, культурные коды, какие-то созданные институты, была начата та логика, о которой я говорил, логика Ивана Криты, Ивана Третьего, Ивана Грозного, Петра Первого и, в конце концов, большевизма 20-го века, вот, такая штрих-пунктирная, ну, и то, что им сопротивлялось и пыталось как-то эту логику изменить. Поэтому, учитывая то, что, на мой взгляд, какие-то фундаментальные основания вот этой механики, которую я пытаюсь вытащить наружу в своей книжке, а оттуда, из 13-го, 14-го века, я хочу только на этой эпохе остановиться, эпохе, и посмотреть чуть-чуть, я не буду, конечно, вам пересказывать русскую историю, там, домонгольскую, монгольского периода, да, это будет схематично, тезисно, вы меня можете обвинить в голословности и декларативности, но, повторяю, сейчас все-таки такая обзорная лекция, это как пример моего подхода, не более того, разумеется, если бы я захотел читать вам курс, там, из 100 лекций по русской истории, я бы посвятил 5 или 10 лекций тому, о чем я сейчас скажу за 15-20 минут, вот, но поэтому я могу только говорить декларативно и голословно. Естественно, моя позиция может быть оспорена, но она иллюстрирует мою методологию и мой концептуальный подход к этой книжке. Итак, что мы имеем? До 13 века Русь домонгольская, условно говоря, киевская и удельная, это совершенно одно общество, да, которое является интегрированной частью Европы и даже передовой частью Европы, да, называют ее Гордарика, страна городов, которая не только не отстает от других частей Европы, но и в чем-то даже идет впереди, и дипломатические связи, и это федерация земель, это, как сказал Константин Леонтьев, цветущая сложность, то есть многообразие разных социальных институтов, процессов, да, есть Веча, да, не только в Новгороде и Пскове, но и во всех городах, и в Киеве, и везде, 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 традиции самоуправления, есть дружина, которая воспринимает себя не как слуг князя, а отношение вассалитета, вот, она может уйти от князя, может, так сказать, грубо говоря, прогнать его, так же, как и Веча. Есть князь, который не монарх и не один князь, а их много, целый род Рюриковичей, которые воспринимают Киевскую Русь как коллективное владение, но князь не всемогущ, он зависит от Веча, зависит от дружины, есть аристократия боярская, да, есть чрезвычайно развитые ремесла, многие из которых будут утрачены, есть высокая грамотность населения, городского, как показывают, там, те же новгородские обережные грамоты и так далее, развитая иконопись, развитая литература, в общем, такое цветущее общество, не идеальное, не беспроблемное, ну вот, есть какая-то специфика по регионам, да, в Новгороде свое, там торговля, торговля с Новгород-Псков, членом Гонзейского Союза, да, они не очень связаны с остальной частью Руси, открыты больше Западу, Германии, Швеции, торгуют мехами, возят, вывозят, но связаны с другой частью Руси, единственной православной верой и необходимостью покупать хлеб в Низовской Руси, есть Русь Юго-Западная, Галецкая, где постоянно бояре и князья выясняют, кто главный, то бояре гонят князей, то князья убивают бояр, есть северо-восточная Русь Завеская, Ростово-Суздальская, где князья усиливаются во времена Андрея Боголюбского, все, вот, большое гнездо, князья пытаются придавить вечер, разогнать бояр, такая диспатическая тенденция, ну, в общем, прямо по Конфукции расцветают сто цветов, и вот на эту чашу весов падает гиря монгольского нашествия. Историки спорят, одни говорят, что монгольская ига никак не повлияла на русскую историю, другие говорят, что даже не было никого ига, да, и вразийцы, там, вплоть до Гумилева, а был обоюдовыгодный союз, да. Наконец, есть историки, которые считают, и я придерживаюсь этой точки зрения, что ига сыграла роковую роль, но какую роковую роль? Русь расколота на части западная и восточная, та, которая подчинена Ордею, которая не подчинена. Города погибли, не просто один раз по ним прошлись тартары, а погибли города как самостоятельный социальный организм, происходит деорганизация, никогда уже Русь до 19-20 века не будет такой грамотной, такой городской. То, что осталось, зависит от князей, погибла боярская элита, пришли новые отношения, татарская ига насаждает на Руси то, что называется азиатская деспотия, теперь хан Всемогущ, князь его агент, тоже Всемогущ, он не зависит ни от Вечи, ни от дружины, он агент по перекачке Дани в Орду, ордынцы позаимствовали у китайцев налоговую систему, государственную машину, все это пришло на Русь с ней, нет ни Вечи, нет ни независимой дружины, есть азиатский деспотизм, есть отношения не вассальные, а вотчины, и так далее, и так далее. То есть чудовищная социальная деградация, упадок, вот та самая отсталость, которая потом будет всей проблемой русской, отрыв от Запада, раскол на две части, на Западную и Восточную Русь, чудовищная демографическая катастрофа, лучшие земли потеряны, дикое поле, чернозем стало диким полем, вот оттуда народ бежит в леса и болота. Да, население грубеет, наступает чудовищная патриархальная реакция, женщин загнали в тюрьма, они на 500-600 лет изолированы из общественной жизни, на Русь пришли невиданные ранее пытки, казни, соответствующие слова и так далее. Но тут встает вопрос, что такое эта монгольская ига, насколько она фатальна, и просто это вот стихийное бедствие, да, там, не знаю, как тот цунами, который по легенде сокрушил Атлантиду, и никуда не деться. Нет. Тут начинаются интересные подробности. Ига не просто свалилась, как камень на голову человеку, оно было возложено. Были силы на Руси, которые его сознательно выбрали и возложили. Да, и были силы, которые на сопротивлялись. И вот вам альтернатива, да. То есть, скажем, альтернатива 13-го века. Вот они формулируются, если я предельно упрощаю, двумя именами. Даниил Галецкий и Александр Невский. Даниил Галецкий, который противостоит, насколько может, Орде, в какой-то момент принимает ее власть, но пытается выйти из-под контроля, который дает отпор нашествию татарского хана Куримсы, который заключает союз с рядом князей Восточной Руси, Андреем Ярославичем и другими, который пытается договориться с Западом о помощи. Это одна стратегия. И многие князья по-разному пытались сопротивляться Орде. Например, Михаил Черниговский, который отказался в Орде поклониться языческим идолам, из-за этого был казнен, потом коммунизирован. А есть Александр Невский, тот человек, которого, если верить телевизионю, лет семь назад был избран именем России. Да, Александр Невский, фигура очень двоякая, потому что есть мифологический персонаж, снятый в фильме Эйзенштейна, да, актер Черкасов, и тот, который создал «Жития», который одержал великие победы на Неве и Чудском озере. А есть реальный князь, который совершенно не похож, кроме имени, да и даже именем не похож на своего мифологического двойника, которого мы все знаем хорошо, из житий, из фильмов. Даже Невский появляется через 300 лет в прозвище, при жизни его так не называли. Потом его канонизируют, да, и он станет основой некоторой мифологии. А есть реальный князь, который в реальности битва на Неве на Неве была небольшой спичкой, и не было там никакого ярла, биргера. Да, был это небольшой отряд, и битва на Чудском озере не была великим сражением. Были и куда более значительные сражения, которых мы не знаем, например, битву при Роковоре, или Шауляе, и многие другие. И была она не за спасение Руси от проклятых немцев, а за то, кто будет грамить эстонцев, бедных, новогородцы, или немецкий орден. Так что эти битвы были очень расприарены и преувеличены. А вот реальная роль Александра, конечно, в другом. В том, что он был первым князем, который понял, что да, конечно, монголы это не сахар, но с ними связана большая выгода, потому что князь станет независимым от населения, и так далее, будучи их проводником политики на Руси. И Александр начинает активно встраивать русские земли во систему ИГО. Новгород не был завоеван татарами. Александр Невский делает Новгород, включает его в систему ИГО. Когда там происходит восстание во главе с сыном Александром, Василием, Александр его подавляет очень жестоко, людям на сетре за глаза выкалывают, Василий он изгоняет, ломает новгородцев через колено. Когда его брат Андрей Ярославович пытается устроить восстание против ИГО вместе с Данилом Галинским, Александр едет с доносом в Орду и приводит так называемый Неврюй врач, который уничтожает восставших, и Александр получает ИГО. То есть политика привода татар на Русь в борьбе за власть, подчинение вольных городов ИГО, вот это реально то, что делает реальный не святой, не Невский, а реальный князь под именем Александр Ярославович в XIII веке. И значительная часть тенезии идет по его стопам. То есть сейчас бы это назвали словом коллаборационизм. То есть принять, монголов, потому что это усиливает власть князей. Туда же идет значительная часть церковных деятелей. В XIII-XIV веке происходит взаимовыгодная сделка между церковным иерархом православия и Ордой. Ордынцы не накладывают на церковь податей. Церковь объясняет, что власть ордынцев от Бога, за грехи нам дана, нельзя сопротивляться. И вот поэтому ИГО это не просто стихийное бедствие, которое свалилось. Были силы, которые были в нем заинтересованы, активно его вводили. Это князья, это значительная часть церковных иерархов. И никто этой ИГО, кстати, не свергал. Знаете, кто сверг монгольской ИГО на Руси? Если вы думаете, что Дмитрий Донской на Куликовом поле, вы ошибаетесь. На Куликовом поле через два года пришел Тахтамыш и сжег Москву, а на Куликовом поле Дмитрий Донской сражался с Мамаем в поддержку Тахтамыша, с нелегитимным кипчакским темником Мамаем за легитимного хана Тахтамыша. Нет, реальным сокрушителем Орды вы будете смеяться Бултамерлан, великий восточный завеватель, который в 1992 году прошелся по Орде, всю ее разнес в дребезги. И она сама собой исчезла, образовалась пустота и на этом месте возросла потом Москва. И потом уже задним числом возникла эта мифология о борьбе с татарами. И князья, и церковь стали говорить, что надо бороться с проклятыми агарянами, то есть язычниками, мусульманами и так далее. Ну вот, вот вам выбор XIII века. Кто враг, на западе или на востоке? Где большая опасность? Сотрудничать с Абдой или пытаться с ней бороться? Опять же, нельзя сказать, что нельзя бороться, ведь пытались. Даниил Галинский пытался, Андрей, брат Александра Ярославича, пытался. Можно сказать, что, конечно, против Лома нет приема, и Александр, приводя монголов на Русь, подчиняя Новгород, тем самым боролся за русский народ, но это как-то очень... Нас может далеко увести, если мы эту логику перекинем на более поздние времена, тогда любой коллаборационизм будет оправдан похожими соображениями. Вот. Ну, пойдем дальше. Вот есть миф, что Русь должна была объединиться, объединиться вокруг Москвы, все остальные путались под ногами, Москва это прекрасно, прогресс, ура, централизация и так далее. Но, опять же, опять же, тут возникает очень много нюансов, насколько это так, насколько это исторично, насколько это неизбежно. Да? Тут возникают разные другие альтернативы. Если мы остаемся внутри, только в монгольской части Руси, северо-восточной Руси, то тут сразу возникает идея Твери, Тверь как город более сильный, более далекий от Орды, более удобно расположенный, более мощный, и проводивший более независимых от Ордынцев политику. Я, опять же, не буду вам рассказывать всю историю отношений Москвы и Твери в 14 веке, но, если вы на нее посмотрите, вы увидите, что Тверские князья стремились к большей независимости, в известной степени, даже эмансипации от Орды. У них были какие-то не только шкурные представления, выходившие за рамки хватательного рефлекса, и Тверские князья, например, в лице Михаила Тверского ехали в Орду, чтобы погибнуть за Руси, не допустить нашествия, или как его сын Александр Тверской поддерживали восстание от 1927 года против Ордынского владычества. И одни, они за другим складывали голову в Орде, как это было с самим Михаилом Ярославовичем, с его сыном Дмитрием Михайловичем, в грозные очи Александром Михайловичем. Но была и московская политика, политика приводить татар на Русь, как это было с Иваном Критой при подавлении Тверского восстания, писать доносы, давать взятки, обещать татарам в два раза больше дани, и разорять все остальные земли, и так далее, и так далее. То есть, опять же, да, это нюансы, но это существенные нюансы. Это разные линии поведения, разные тактики, и Москва в этом смысле, конечно, преемник Орды. И не случайно ее называли Залесская Орда, которая занимает место Орды, когда та сама собой рассыпалась под ударами Тамерлана и других событий. Таким образом, опять все не так, если мы смотримся в XIII-XIV век, в XIV уже, не так все безальтернативно, не так все однозначно. Я, опять же, не останавливаюсь на подробностях, вы можете со мной спорить, естественно, по деталям, по частности, концептуально. Я сейчас предлагаю свой взгляд, даже не с тем, чтобы вас убедить в том, что он абсолютно правильный, а скорее, чтобы его продемонстрировать, что такое альтернатива в истории. Да, вот, да, и начинается совершенно новый вектор русской истории, повторяю, под влиянием ИКО, под влиянием того выбора, который был сделан одними, а другие не смогли им помешать в XIII-XIV веке. Вектор деорганизирующий, вектор ведущих гибели вечевой традиции, вектор ведущих традиций гибели, аристократической традиции, вектор азиатско-деспотический, вотчины, да, который такой ордынский, я бы сказал. Но это еще не все. На самом деле, это мы с вами говорим о северо-восточной Руси, которая была под Ордунью. Но есть ведь еще совсем другая альтернатива, более глобальная и более фундаментальная, о которой многие историки вообще не говорят, стыдливо умалчивают. Потому что была совсем другая Русь, Русь Литовская. Мы привыкли воспринимать Литву, как врага, с точки зрения Москвы, вот дверь враги, а уж Литва тем более. Но дело в том, что это еще одна огромная тема. Была половина Руси, которая не попала под Иго, но которая объединилась вокруг литовской княжеской династии. Да, в конце концов, Юриковичи тоже не были коренными славянами, тоже они были нормальными. В данном случае небольшое литовское племя, которое объединило достаточно добровольно большую часть киевских русских земель и образовалась огромная территория. Это не было такое централизованное государство. Другая Русь, другой вектор русской истории. Не централизованный, не деспотический, не узконциалистический, ксенофорский, который формируется в Москве, такая ненависть ко всем инакомыслующим, иноверующим и так далее. Это федерация земель, продолжающая традиции Киевской Руси с размытой центральной властью, с огромной степенью самоуправления, с множеством разных укладов, с развитыми городами, с русской правдой в качестве закона, с русским языком в качестве главного. 90% населения русские. Называется оно Великое княжество Литовское и Русское. Да, правят Гедеминовичи, но при этом многообразие конфессий рядом язычники, рядом православные, рядом католики, никто никого не угнетает, а тут еще татары, армяне, евреи, развитые города. И Литовская династия дает защиту от Орды. Вот все мы знаем про Куликовскую битву, но я уверен, что не все знают про другую Великую битву 1362 года, битву Синехвод, где литовский князь Ольгер разбил татар и освободил всю Южную Русь, Киев, Черников и так далее, и Литва, которая отбивается на одном фронте от немецких орденов, а с другой стороны от татар. А, да, это другая Русь, другая, так сказать, альтернатива русской истории. Почему она не существовала? В XIV веке именно эта Русь претендовала на роль объединителей всех русских земель и объединила их большую часть. И они считали себя Русью не с меньшим, а с большим основанием, чем Русь-Залезская, Северо-Восточная, Московская, Владимирская и так далее. И их союзниками потом будет Тверь, и на них будет ориентироваться Новгород. Почему не получилось завершить объединение? Да, почти все объединили. Да, если мы посмотрим Чернигов, Полоцк, Минск, да, Киев, огромная часть древнерусских территорий, да, относительно добровольно вошла в это широкое объединение. Ковторяю, вот вам две стратегии. Опять же, не хочу идеализировать в его княжество литовское. Я говорю о том, что это еще одна альтернатива. Почему она не получилась? Вопрос о вере. Да, уперлась московская церковная иерархия, которая воспринимала литовцев как язычников, которые могут стать католиками. И Литва колебалась между православием и католицизмом. В конце концов, этот выбор был сделан в сторону католицизма. Правящий династией, 1385 год, сын Ольгерда, Игайла, принимает корону Польши и соединяет по Дунии Литву, Великокняжество и Польшу. Да, и начинается принятие литовской языческой династии князей католицизма. Но при этом и православие не было гонимо, оно вовсе не было чем-то таким тогда преследуемым. Да, то есть не получилось объединить Русь вокруг Литвы, но было возможно весь еще 14 век это было возможно. Даже в конце 14 века это было возможно при Витовте, который чуть было это не сделал. Но я в общем подробно показывал в своей книжке. Вот, то есть опять, да, мы видим упущенные возможности, мы видим борьбу разных точек зрения, разных столкновений, подходов, разных траекторий, сложившихся или не сложившихся в истории. Вот, я повторяю, я не хочу пересказывать всю свою двухтонную книжку, я просто показываю некоторую схему, некоторый подход, да, и вот меня интересует в этой книжке, почему так получилось, что было упущено, какую Русь мы потеряли в 13 веке, почему мы получили другую, было ли это стихийное бедствие или чем-то выбором, кто сопротивлялся, вот Даниил Галинский, вот Тверь, вот Литва, какие были возможности, это реальные силы, реальные названия, реальные территории, да, и это продолжается дальше, да, то есть нет такого фатанизма, вот есть такие державные русские патриоты, которые говорят, что у нас всегда все хорошо, было хорошо и будет хорошо, и мы самые крутые, но есть и противоположный взгляд, да, о том, что у нас такая безнадежная страна, такой рабский народ, всегда все так ужасно, все так чудовищно, ничего хорошего никогда не было, нет и не будет. мне второй взгляд так же чувств, как и первый, потому что, повторяю, кроме жертвы палачей, есть еще те, кто сопротивляется, есть те, кто предлагает, хотя и, может быть, потом проигрывает, и мне хочется показать все вот это, да, то есть, торжество каких-то тенденций не было фатально, есть на что опереться в прошлом, не только наследникам тиранов, но и тем, кто считает себя наследниками тиранов, наоборцев, да, то есть, я пытаюсь это проследить в русской истории, да, не идеализируя, допустим, вот есть там сказка о прекрасном Новгороде, да, прекрасный Новгород, свободный, Агаты, Садко, Василий Буслаев, почему же он попал под власть Москвы, почему он был захвачен, да, почему случилась эта великая историческая трагедия 15-го века, я показываю слабые места Новгорода, да, я не строю икону, как некоторые, я говорю и о олигархии, и о его отношении со своими подчиненными городами-пригородами, которыми он помыкал, и о слабости новогородского ополчения, и о многом другом, что подкосило Новгород и сделало добычей московских захватчиков в 15-м веке, да, поэтому, повторяю, моя цель не построить какую-то икону, вот черно-белую, да, да, для меня есть добро, есть зло, я, повторяю, для меня важное этическое измерение в истории, но это не значит, что всегда есть какие-то чудовища, и наоборот, все белые и пушистые их оппоненты, нет, но история сложна, я не хочу превратить ее ни в следство для манипуляции, ни в мифотворчество, ни в схему, но я хочу понять вот эти механизмы, как это все происходит, как все это действует, да, вот, я специально остановился на эпохе 13-го и 14-го века, потому что, повторяю, мне кажется, она основополагающая, это не значит, что потом не было важных выборов, например, эпоха смуты, я ей посвятил огромное количество страниц, потому что там уж такой набор вариантов, такой набор всего, чего только могло быть, и почему все так получилось, да, чрезвычайно кардинально важная, мне кажется, Петровская эпоха, да, ей там чуть ли не 100 страниц посвящено во втором томе, вот, есть какие-то точки меньшего масштаба, но тоже вот упомянутые, но и Мерзакова, Верховников или Восстание Декабристов, вот, наконец, вы заметите, последнее, может быть, что я хочу еще сказать здесь, если вы возьмете эти два тома, некоторые диспропорции в объеме частей откровенные, ну, я уже сказал, отчасти это обусловлено концентрацией на точке выбора, но, скажем, вот, за что мне хочется тоже немножко еще покаяться, помимо множества опечаток и некоторых других недостатков книги, очевидны диспропорции между, например, очень маленькой главкой о реформах Александра II и огромной главой о контрреформах Александра III. Это получилось так случайно, просто я первоначальный текст, который я писал в энциклопедии, заканчивался на реформах Александра II, и там, поэтому, всего 10 страниц, очень схематично, а потом меня попросили написать текст про контрреформы, и он, кстати, был напечатан, единственная часть этой книги, которая была издана в энциклопедии «Аланты плюс», это часть про контрреформы, вот, и она получилась довольно обширной, и поэтому там, конечно, такие диспропорции. Но, с другой стороны, все-таки это важная эпоха Александра III, которая подводит прямо к эпохе русских революций, начала XX века, поэтому я не жалею, что она большая, я жалею о том, что вот про реформы Александра II так мало. Вот. В общем, повторяю, я не хочу расхваливать свою книгу как какой-то товар, вот, купите, это прекрасно, вы все узнаете. Нет. Ну, моя цель была очень простая, да, на этой лекции представлений. Как-то познакомить вас с тем, о чем эта книга, в чем смысл моего подхода, да, в чем его, как мне кажется, сильные и слабые стороны, и, как я вообще понимаю, это, конечно, очень звучит напыщенно, историю, историю России, я мог за одну лекцию только представить вам сам взгляд, без подробностей, кто захочет подробностей, может почитать эту книжку, естественно. Вот. Естественно, пересказывать вам всю русскую историю за тысячи лет сейчас невозможно, и, поскольку, наверное, все, а не только я, уже подустали, мне хочется, чтобы у нас было побольше времени. У нас, в принципе, оно не то, что сильно ограничено, как мне сказали организаторы, мы можем себе позволить пообщаться, но все-таки хочется больше какой-то обратной связи, реакции. Мне кажется, что я уже достаточно наговорил, чтобы мои основные мысли были понятны, да, и примеры привел какие-то, и тезисы высказал. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за то, что пришли из-за долготерпения, и теперь, если у вас есть, ну, я думаю, что стоит разделить, а можно и не разделять, вопросы и какие-то реплики, то есть, может быть, сначала вопросы, чтобы я мог на них ответить, если их можно сформулировать, ну, и потом реплики, если это не вопрос, а просто вы хотите высказаться по поводу услышанного, тоже буду благодарен. Пожалуйста, спасибо за внимание, теперь вопросы. Пожалуйста. Вы сказали, что сейчас есть такое распространящее представление, название «Идею державности». Да. А вот в чем суть вот этой идеи? В принципе, я так понял, что из вашей книги следует, что все с 13 века эти идеи занялось. Ну, да, нет, но это немножко разное. Да, 13 век – это просто такая важная точка, на которой я остановился. Да, это фактически… Про 13 век – это одно, а про державность – это другое, поэтому я, наверное, про державность скажу, раз вы спрашиваете. Ну, да, современная… Это отдельная, очень большая тема. Если вам интересно, я на эту тему иногда выступаю тоже с лекциями, и в интернете там болтается. Вот кто… Я интернетом не пользуюсь, но кто-то… Вы, наверняка, все в отличие от меня этим пользуетесь. Вы можете найти там легко, щелкнув там мою фамилию, есть большая лекция, которую я читал несколько раз, в том числе в Питере полтора года назад, «Державные мифы исторической пропаганды», да, или как-то так, вот, где я как раз очень подробно два часа говорю на эти темы, о том, как современные власти работают с историей, какие месседжи посылаются, какие мифы создаются, да, там, два часа на эту тему, сейчас я, конечно, не буду отвечать на ваш вопрос два часа, вот, это очень интересная тема, потому что, действительно, за отсутствием, к счастью, скажу я, какой-то национальной идеи, которую никак не могут родить, работают с историей, да, история, исторический какой-то реваншизм, является такой компенсацией за все несовершенства современной жизни, является средством легитимации существующего режима, и так далее, и так далее, ну вот, и, конечно, есть некоторые такие незатейливые какие-то основные темы, мысли, сюжеты, образы, которые транслируются через разные пути, через учебники, через публицистику, через телевидение, через фильмы, да, действительно, тут ключевое слово, наверное, державность, но оно включает в себя очень много других слов, например, во многом монархизм, историю делают великие люди, а народ объект их действий, милитаризм, патриотизм, всегда с приставкой военной, клирикализм сращивания церкви с государством, конспирология, мысль о том, что в истории действуют заговоры, народ никогда не может быть субъектом истории, он либо объект в руках своих властей, либо заложник чужих, нехороших заговорщиков, да, теория заговора, и так далее, ну, можно очень много говорить на тему этих державных мифов, да, чтобы с ними ближе познакомиться, достаточно всмотреться в то, что говорит и пишет, например, товарищ Медынский, наш министр культуры, который, он сам написал много книг про мифы, да, но, в общем, сам он такое яркое воплощение этого мифотворчества, ну, вот, в общем, можно много чего вспомнить, можно вспомнить комиссию, которую создали, но я не знаю, существует ли, она до сих пор или тихо умерла, про комиссию, про борьбу с классификациями против России, да, то есть за Россию классификации нужны, а против не нужны, вот, помните, в связи там с чьейным юбилеем Второй мировой войны такую комиссию создавали, что сейчас с ней, я не помню, можно вспомнить политику по там названию, по тому, какие юбилеи у нас празднуются, как у нас отмечался, юбилей 12-14 года, или 400-летие призвания Романовых на царствие, вот, в общем, очень много можно про это говорить, да, про современную политику в области истории, и ее зачистки, переделки, фабрикации, для легитимации, то есть, тут две цели, легитимация тех, кто сейчас у власти, и компенсация для народа, пусть мы живем плохо, но зато у нас великая история, мы можем не гордиться, да, как утешение от всех бедствий, и еще есть враги, которые все мы хотят нас погубить, но мы не сдадимся, сплотимся как один, и пойдем, ну вот, я, конечно, неделю упрощаю, но просто, сами понимаете, ваш вопрос очень большой, поэтому, еще раз, кому интересно, отсылаю вас к своей лекции, которая целиком, два часа посвящена именно этой теме, о державных мифах, сегодня я о неправедности хотел вам снова говорить, поэтому, чтобы кто-то еще мог задать вопросы, я, наверное, ограничусь этим, надеюсь, я чуть-чуть ответил, пожалуйста, еще вопросы, да, скажите, пожалуйста, с точки зрения истории, по возможности, в России, в принципе, выбрал западный путь развития, ну, даже на данный момент, ну, нет, ну, как раз я показываю, что в русской истории всегда была такая тенденция, да, до 13 века, до 13 века она была преобладающей, да, но и потом, как я уже сказал, Русь была не одна, их было две, да, и с этим связано все ожесточение борьбы, знаете, как иногда говорят, если братья или сестры поругаются, то нет злейших врагов, вся диалектика отношений Москвы с Вильной, Варшавой, да, этот спор славян между собой, то, то Литва и Польша берет вверх, там приходят в Москву в смутное время, то наоборот Польшу захватывают, да, и разделяют, вот, она вся вытекает именно из того, что это свои, которые стали совсем чужими, да, например, но я не хочу идеализировать Литву и Польшу, просто, вот, поэтому, поэтому, да, были такие тенденции, но вопрос, может быть, слишком общен, потому что Запад тоже понятие очень широкое, абстрактное, да, но вообще в книге я эту тему очень часто и широко представляю, вот. Вы считаете, это в принципе возможно или все-таки практически нет? Ну, в разные моменты это было возможно. А сейчас? Сейчас, ну, я бы не стал отвечать на этот вопрос, потому что это очень, невозможно ответить однозначно, тут надо читать многочасовую лекцию о современной ситуации, и это нас слишком далеко уведет от истории, вот, не то, что я так боюсь каких-то острых политических вопросов, нет, просто, просто, да, просто вопрос слишком глобальный, да, и что, и на него нельзя ответить, так вот, да или нет, потому что однозначно нельзя. Еще, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. А вот, если вы говорите, что были на протяжении истории разные альтернативы, как же вы отвечаете на вопрос, почему бы у вас все-таки вот из этой клиники, как мы можем отлыбаться? Ой, ну, нет, каждый раз, каждый раз это имеет свои причины, то есть я тут не фаталист, то есть, нет, я уже сказал, что, на мой взгляд, каждый выбор во многом обусловлен предыдущими, так же, как в нашей личной жизни, да, ну, я не психолог, вообще, мне кажется, чтобы заниматься историей России, надо быть хорошим психологом, потому что есть ощущение, вот, когда в нее погружаешься, что там сплошные, извините, если я не скажу неправильные слова, незакрытые гештальты и нежитые психотравмы, да, со времен царя Гороха и до сегодняшнего дня, вот, которые заткнуты какими-то мифами, которые все подменяют, вот, но, поэтому, как человек, который 56 раз в своей жизни, там, хотел завязать, пить, с понедельника, но не завязывал, и вот он решается 57 раз, конечно, очень велика вероятность, что он и 57 раз с понедельника не бросит, ну, а вдруг, а чудо же бывает, почему бы нет, вот, может быть, именно в 57 раз получится, вот, и интересно посмотреть, почему не получилось каждому из 56 предыдущих разов, да, каждый раз уникален, собственно, моя книжка, она как раз про это, да, про 56 предыдущих попыток бросить пить, поэтому я противник, повторяю, такого футалистического взгляда, то есть, повторяю, очевидно, что, я сказал об этом, есть некоторая зловещая линия, которая проходит между некоторыми сюжетами и персонажами нашей истории, да, и они ощущают свое историческое родство, о чем я уже говорил, вот, но, каждый раз это не абсолютно фатально, я все-таки верю в известность степени, в свободу человеческой воли, в свободу выбора, и, скажем так, да, вот, мне кажется, что, вот, такая старая христианская проблема, теодицея, откуда в мире зло, если Бог добр, почему в мире столько плохого, вот, у меня скорее противоположный взгляд, если хотите, манихейский, гностический, по этому поводу, несмотря на то, что так много зла, тем не менее, время от времени вспыхивают какие-то искры, да, сквозь асфальт прорастает трава, и кажется, что уже все зацементировали, а через 50 лет вдруг ба-бах, откуда-то что-то хорошее появилось, и это внушает определенные надежды, ну, конечно, ограниченные, поэтому про клюю я бы не стал говорить, так уж однозначно, спасибо, еще, пожалуйста, может быть, есть какие-то, ну, более конкретные вопросы, в общем, что хотите спрашивать, да, я, в общем, вас не ограничиваю в этом, пожалуйста. Можно, скорее, даже замещание, продолжение, но все же, говоря, следуя вашей аналогии, насчет алкоголика, все же, прослеживается некая пылья, получается, так как, ну, наклонность все же есть, ну, каждый следующий раз, конечно, сложнее, это правда. Ну, да, 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 нет, 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 это не клюя, скажем так, да, это просто некоторые тенденции, конечно, но, повторяю, она не лишает человека свободы воли, и не лишает общества, в этом смысле, шансов, просто действительно это есть, да, конечно, просто я, еще раз хочу сказать, что это не фатально, хотя, есть обремененность предыдущими выборами, или не выборами, вот, несомненно, и надо трезво это видеть, извините за каламбур, еще трезвости и пьянства. Еще, пожалуйста. согласны ли вы с точки зрения Шпенбера, что в цивилизации, в культурно-эстерических типах, есть какой-то срок, который не проживает, и гибнет? Ну, нет, не совсем согласен, я, естественно, хорошо знаком со Шпенбером, с его идеями, вот, но мне кажется, что нет, да, эти 1200 лет, живой организм, который проходит круг и гибнет, нет, скажем так, если обратиться именно к русской истории, вот, есть такой, ну, немножко стереотипный взгляд, что, что Запад развивается с какого-то момента линейно, а Восток кругами, вот, поскольку Россия между Востоком и Западом, то я бы сказал, что в ней есть элементы цикличности, есть элементы линейности, да, это да, то есть, вот, в этом смысле можно, только в этом смысле, что-то взять у Шпенбера, то есть, я, конечно, не согласен с тем, что, что тут есть какой-то фатальный срок, и наступает смерть, культуры, как считал, Сарч Пемберн, нет, то, что в русской истории есть определенные циклы, не жесткие, но они есть, скажем, после выбора 13-14 века, скажем, русское государство проходит по линии нарастания своей мощи, силы, диспотизма, давления, достигает своего пика при Иване Грозном, срывается в смуту, воскресает, идет на новый виток до Петра Первого, срывается в русскую революцию, снова перезагружается, в большевистском государстве, да, то есть тут можно найти некоторую цикличность, но это не шпемберская цикличность, это цикличность, просто как некоторая особенность русской истории, вот, скорее, если уж говорить, вы вспомнили шпембера, мне может быть ближе, опять же, как человеку, для которого важна свобода, а не, и не близок совсем футуристический взгляд, скорее уж, упомянутый Тойн, да, с его темой вызовов-ответов, вот, если слишком много вызовов пропустить, то это может плохо кончиться, но зато вызов, на который дан ответ, приводит к взлету и подъему, да, то есть не так, да, скорее вот как-то так, ну, вот, если говорить о таких общих историасовских концепциях, я надеюсь, что я ответил. Спасибо. Может быть, еще один вопрос, если позволите. Конечно. В современном условии политики изоляции имеет посвятую, или с точки зрения временной, насколько она посвятила? Ну, нет, ну, это, конечно, вопрос не про историю, совсем уже, про международное положение, вот, не знаю, я не могу категорически ответить, хочется ответить, что нет, с другой стороны, история дает, немало примеров, не только в России, довольно долгих периодов полной консервации каких-то обществ, да, которые, может быть, плохо заканчивались, но длительное время действовали. Не знаю, не могу вам точно сказать, это тоже вопрос сложный и слишком современный, да, все говорят, что сейчас история ускоряется, ой, не знаю, но с другой стороны, в истории, там, мы знаем какую-нибудь Японию, которая могла на несколько веков забродиться от всего мира, правда, потом это плохо тоже для нее заканчивалось, и приходилось очень резко вам отчесть колено, все, что там было, вот, как сейчас, насколько это возможно, ну, есть, например, не хочется говорить о груз, там, но Северная Корея, там, которая 50 лет вполне себе, с точки зрения правящего режима, изолирован, существует от мира, вот, чем, чем это закончится для народа Северной Кореи, для людей, да, и когда, и когда, остается только догадываться, и это страшно, по крайней мере, это возможно, например, вот, ну, скорее, не на чем, да, но, я повторяю, это вопрос, опять, слишком злободневно, жгучий, на тему текущего положения, да, я не то, что эти вопросы совсем не хотел бы слышать, но просто желательно, все-таки, как-то их связать с историей, пожалуйста, потому что я уж точно не пророк, хотя я и привел слова, навалився, что историк, это пророк, глядящий в прошлое, но все-таки, я... Как разначили соотношение, то, что книга посещена соотношение государства, народа, вот, если, как бы, одним словом, характеризовать менталитет русского народа, не, одним словом, точно не получится, ну, хотите, чтобы я характеризовал менталитет русского народа? Да, с вашим, ой, ну, да, это, конечно, нелегкое дело, да, сколько питалось философов, там, Бердяев, он написал целую книгу «Луша России», да, по этому поводу, один мой цинически настроенный приятель-историк издевался над Николаем Александровичем Бердяевым, он говорил, такое ощущение, что сидит философ, смотрит в окно, видит, о, там, мужик идет грустный на базар, пишет, у русского народа грустная душа, потом мужик выпил, уйдет с базара счастливый, пишет, «Нет, русского народа душа счастливая», вот, это, конечно, всегда спорно, да, когда говоришь о таких вещах, как менталитет, национальный характер, надо слишком много на себя брать, да, поэтому я хочу, я не могу в полной дне ответить на ваш вопрос, только так могу заметить, что, действительно, психология, знание психологии, наверное, и подход с точки зрения психотравм не помешает здесь, потому что, действительно, как я сказал, история не проходит, а она остается, да, вытесняется в подсознание, там, присутствует, как этот самый пресловутый культурный код, ну, вот, и культивируются какие-то черты в людях, ну, на самом деле, можно описательно, перечисляя очень много характеристик, да, ответить на ваш вопрос, каким-то одним словом, как вы сказали, точно не получится, да, одним словом, можно говорить о каких-то вековых особенностях, которые растут из, там, вековых давностей традиций, ну, например, да, вот, я начинаю свою историю, ну, как многие историки, там, великие, я не великий, да, но великие историки, Соловьев, тот же Ключевский, они уделяют огромное внимание географии, да, я тоже, там, сюжет географического фактора, да, например, то есть, много веков в России было много земли и мало людей, это имело огромные последствия, да, как говорил Ключевский, история России, это история страны, которая колонизируется, то есть, тысячу лет люди расходились, расселялись, перемешивались, отсюда масса всяких последствий для того самого менталитета, о котором вы спрашиваете, да, вот пресловутая всемирная отзывчивость, всечеловечность и так далее, да, ассимиляция, да, там, шить души, с другой стороны, чрезвычайно небрежное отношение к земле, да, огневая посечная система, там, сжег землю, там, посадил, два года растет, потом земля закуплена, пошел дальше, да, потому что земли не жалко, земли много, потом появляется государство, опять же, земли много, людей мало, отсюда крепостное право, основная форма классовой борьбы в России, начиная с 15-16 века, вовсе не народные восстания, разбегаться от государства, отсюда колонизация Сибири, и все остальное, все бегут, вот, вот, такая черта, как эскапизм, да, бегство, такая черта, как уклоняться от труда, да, труд, очень часто принудительный, да, крепостной, и так далее, и так далее, и так далее, ты уклоняешься от труда, делаешь его из рук вам плохо, да, отсюда определенная трудовая этика, да, которая нам всем хорошо знакома, вот, по окружающей реальности, ну вот, то есть, на самом деле, ваш вопрос колоссальный, да, и надо очень подробно разбирать разные факторы, разные процессы на протяжении веков, и как-то, может быть, мы попытаемся не одной волшебной формулой описать как Бердяев душу России, да, при всем моем уважении к Бердяеву и даже любви, вот, а мы просто сможем, идя от географии, идя от истории, идя от травм, идя от того, чем, там, веками гордились, и так далее, и так далее, и так далее, при том, что даже эти культурные коды, их, в принципе, можно взламывать, да, вот в этом смысле, например, очень яркий пример, 17 век, просто приведу как пример, да, то есть менталитет этой вещи все-таки не абсолютная, да, я не считаю, что это какая-то абсолютная вещь в себе, которая неизменна, потому что, смотрите, к 16 веку, более-менее крестили Русь, отделились от Византии, получили свою церковь, решили, что мы святая Русь, Третий Рим, мы этим горды, у нас куча святых, мы самые правильные, мы православные, мы единственные, а в 17 веке реформы Никона, Алексей Михайлович, выходим из изоляции, захватываем Украину, идем, целом на Балканы, надо выходить из этого, и все, уже Русь не святая, надо опять учиться у греков, да, надо менять обряды, вера ассоциируется с обрядом, отчего такой раскол 17 века, да, именно такое радикальное слово менталитета, которое только-только сумировалось в последние 100 лет, там, через смуту, через все, людям говорят, нет, вот, вы все время гордились, что вот вы хранители православия, вы единственная святая Русь, а теперь заплевать и забыть, иконам выколем глаза, все выбросим на помойку, будем учиться у греков, которых презирали предыдущие 200 лет, и так далее, и так далее, вот, то есть, видите, с менталитетом все оказывается довольно, другое дело, что не все готовы, половина населения оказалась не готова, ушла в раскол, да, вот, так что я к тому, что я против абсортизации этого самого менталитета, вот, одно только еще замечание, позволю себе, на самом деле, вот, когда Бердяев писал свою книгу «Душа России», и свою книгу «Русская идея», он, конечно, ориентировался на 19 век, да, на расцвет Петербургской империи, на великую русскую литературу, на общину, на народничество, вот, я хочу сказать, что неправы те, кто пытается рассуждать сейчас о России, и тоже смотрят на Бердяева, и тоже смотрят на все вот это, надо иметь в виду, что 20 век, в каком-то смысле, конечно, это продолжение русской истории, но это полный разрыв, с другой стороны, да, нет сейчас ни той интеллигенции, ни той общины, ничего того, и поэтому, говорить, что мы вот сейчас здесь, в начале 21 века, именно тот самый народ, который породил Достоевского, Степана Разни, и так далее, как будто не было 20 века, да, это абсолютно нелепо, неважно, гордимся мы этим, или стыдимся, вот, потому что все, все-таки и продолжает, конечно, но и очень сильно изменяется, вот, ну, в общем, видите, ответ мой сумбурный, и если его резюмировать, то что я могу сказать, одним словом, я точно не опишу вам, менталитет, это дело безнадежное, до какой-то физической сущности русского народа я не доберусь, описательно можно, но это не жестко, и, как я уже сказал, может трансформироваться, и меняться, и даже ломаться через колено, как в примере 17 века, так что тут все не так просто, видите, сложные вопросы, да, спасибо за сложные вопросы, но их легче задавать, чем на них отвечать, поэтому часто я вынужден или уходить от них, или частично уходить, и говорить, что так все сложно, но это действительно так все сложно, вот, тут схемой не отделываешься, или сказать, что знаешь, как будет, или что суть, смысл жизни вот в этом, а русский народ такой-то, нет, все-таки я слишком, может быть, я не так много читал, не так много знаю, достаточно много читал, достаточно много знаю, чтобы не быть историей высокомерным, легковесным, пожалуйста, еще, да, что вы думаете, как историк, о роде личности, в истории? ну, я про это немножко уже говорил, но я могу еще раз сказать, да, нет, я когда говорил об этих антитезах, антиномиях, я говорил, что историю делают личности, да, и правомерно сказать, что было бы, если бы, да, пресловутый нас, Наполеона при Бородицкой битве, о котором все только ленивый не смеется, да, что было бы, если бы, я говорю, что там, вот, ну, иногда роль личности в истории очень велика, например, там, того же Ленина, действительно, если представить себе, что он умер в 18-м году, очень существенно, многое изменилось, тем более, что, как писал Карамзин, как известно в предисловии к своей истории России, история народов принадлежит государям, монархический взгляд, но в русской истории он не бессмысленен, действительно, есть большая роль царя или правителя, другое дело, что прав и толстой, с противоположной точки зрения, что личность правителя наименее свободна, короля играет свита, и как раз я показывал один из парадоксов русского абсолютизма, но неизбежный парадокс, когда он в лице Петра Первого достигает абсолютности, а царь оказывается абсолютным заложником, нет обратной связи с обществом, единственный способ на него подействовать, это его убить, и начинаются дворцовые перевороты, и появляются временщики, фавориты и так далее, то есть абсолютная власть оборачивается полной зависимостью правителя от окружения, от фаворитов, от гвардии, от того, убьют, не убьют, и так далее, как кто-то сказал, по-моему, Жерман Досталь, что режим России это единовласть и ограниченная удавка, то есть прямая связь, она только так осуществляется, никак иначе, обратно, с обществом, ну вот, это если говорить о правителях, ну вообще, конечно, я говорю не только о правителях, все-таки повторяю, для меня является принципиальным тезисом, что каждый из нас, это не просто, это совокупность общественных отношений, принадлежность полнокласса, гендера, национальности, эпохи, и функции от всего этого, нет, есть свобода воли, и мы знаем там массу примеров, но вот я приводил даже интересные примеры из XIX века с Александром I с декабристами, это как раз примеры интересные тем, что самый несвободный человек на свете русский царь, при этом рефлексирует, при этом стыдится, а может быть даже, хотя это скорее всего и сказка, в конце концов, входит от трона, да, ни о ком больше не было такой сказки, как сказка о Федоре Кузьмиче, вот даже, скорее всего, это, конечно, сказка, но красивая, ну да, нет, нет, большинство историков считает, что это, конечно, чушь, но характерно, что ни о том из другом из романовых такой сказки нет, а именно об Александре, то есть все эти его попытки куда-то вырваться за рамки вот этого капкана власти, абсолютной власти, вот, она делает его для меня лично интересным, это не человек функции, да, если даже быть главным императором, вот, и то же самое можно сказать о многих других, вот, то есть, нет, есть свобода воли, есть важная роль личности, в некоторых случаях, действительно, все висит на каком-то волоске, оно вот... Это теория пассионарности у него как-то разлучна? Нет, никак. Я к Николаевичу отношусь исключительно критически, во всех, во всех аспектах, его и вразийство, и пассионарности, нет, я считаю, что это очень все, очень поэтично, все-таки сын двух великих поэтов, но не имеет никакого отношения к чему. То есть, как его и вразийские теории, так и в пассионарности, нет, что откуда-то сходит активность на народ или на человека, и он становится каким-то ужасно активным. мне кажется, что это красиво, но абсолютно не работает и неправильно, и фантастично. Пожалуйста. Можете в двух словах сказать, как реформа Петра, как реформа революции? Ой, спасибо за вопрос, но на самом деле в двух словах очень сложно, да, потому что я уделяю Петру Первому в начале вот того, что у нас называется, есть второй том, сто страниц, и чрезвычайно подробно разбираю этот ваш вопрос, да, но просто я хочу сказать, что Петр Первый заложил те мины, те противоречия в русскую историю, которые не могли не взорваться, некоторые взорвались уже сразу после его смерти или довольно быстро, а некоторые из них работали долгосрочно, но, как сказал мне много лет назад один хороший историк, крупнейший специалист по 18 веку, поражение России в Крымской войне непосредственно вытекает с победы в Северной, вот, ну, а за ней уже и все остальное, вот, такая красивая метафора, то есть, вообще тема Петра занимает огромное место в моей книге, и тут, наверное, одна из самых таких вот непривычных для, может быть, читателей для вас трактовка, я очень боюсь, что если я начну ее излагать, вы просто ужасно удивитесь, задаете мне еще 56 вопросов, вот, но все-таки я смеюся ответить, поскольку вы спросили, просто есть, ну, апологеты Петра, которые говорят, что вот он двинул Россию вперед, есть те, кто его журят за то, что он, конечно, двинул вперед, но уж очень варварские методы, моя точка зрения, она прямо противоположна, то есть, это точка зрения о том, что это не варварская модернизация, а это модернистские способы архаизации, варваризации страны, вот, то есть, он загнал страну в такой исторический тупик, из которого она не могла выйти, иначе, как через чудовищную революцию, да, масштаба такого взрывного, вот, потому что, да, когда говорят о европеизации, что он брал, там, не идею свободы человека, и всего остального, да, технологии, да, европейское регулярное государство, но, в сущности, что он создал, он создал рабскую промышленность, которая могла работать экстенсивно, некоторое время дать победить в Первой мировой войне, в Северной войне, но потом завела страну в тупик и привела, в конце концов, к позору Севастополя, да, к Крымской войне, разгрому, а, он создал рабскую армию, рекрутскую, которая бегла чудовищной повинностью на народ, и которая могла победить раз, два, три, но потом стала терпеть поражение, он создал чудовищный гербратический аппарат, он уничтожил стрельцов, уничтожил церковь, как самостоятельный организм, приватив ее государственные ведомства, поработил все население, разорил крестьянство, и сделал режим петербургский, абсолютно держащимся на штыках, и на победах, и нуждающихся в регулярных войнах для поддержания своей репутации, но когда войны проигрывались, это приводило к взрывам, как крушение в Крымской войне привело к реформе Александра II, разгром в русско-японской, к пятому году, а первую мировую к семнадцатому, вот, то есть стратегически это дорога в пропасть, стратегически, тактически, это то же самое, как, на мой взгляд, с большевизмом 20-го века, то есть, вот то, что обычно называют 20-е, 30-е годы, там, описываются таким словом, как коллективизация, культурная революция и большой террор, это позволило ценой чудовищного насилия из страны крестьянской, общинной, аграрной, создать промышленную страну, победить в мировой войне, включиться в гонку за лидерство, но это фактически убило население, разрушило социальные связи, уничтожило общину, превратило людей в рабов, и, в общем, стратегически это не могло не рухнуть, вот, ну вот, только, как вот спрашивали насчет возможности изоляции, в 20-м веке все это прошло за этот цикл исторический, за 60-70 лет, а после Петра понадобилось 200 лет, тогда все шло медленно, но я, конечно, понимаю, что все, что я говорю, может быть очень спорно и голословно, но вы задали такой вопрос, да, повторяю, в общем, опять же, не сочтите за нескромностью, кто хочет, может почитать, что я про это пишу, я все это пишу в сто раз подробнее, да, там, с тысячами примеров, фактов, и так далее, вот, но вот именно поэтому эпохи от Петра до реформ Александра Второго я уделяю сравнительно мало места, именно потому, что мне кажется, что это вот как с выбором института, вот ты выбрал, и 5 лет учишься, и уже никуда не денешься, там почти никаких вариантов нет, ну вот, и в этом смысле я просто показываю, как эти процессы развивались, без вот этих вот, видиземераспутий, вот, распутия следующее будет уже, действительно, в революциях, начало 20-го века, такое глобальное, ну вот, спасибо, вообще, чем меньше о чем-то знаешь, тем все кажется проще, вот, может быть, я сильно слишком дилетант в некоторых проблемах и эпохах, и мне где-то кажется, что я понимаю эту логику, я понимаю, что любой узкий специалист меня увлечит, как в фактических ошибках, что иногда уже происходит, сейчас некоторые, мои знакомые историки, дав себе это прочитать, мою книжку находят там десятки каких-то неточностей, и спорных утверждений, чисто фактически, вот, но, повторяю, я такой полу-дилетант, полу-историк, это и позволило мне взять на себя нагрузку, написать тысячелетнюю историю России, да, вот, наверное, углубление в каждую эпоху откроет там такие глубины, которые мне пока и не снились, спасибо, еще вопросы, еще вопросы, вот, ну, если вопросов нет, или реплик, может быть, вот, еще раз спасибо всем, кто в такое позднее, субботнее время дошел до Архэ, вот, не говорю вам, покупайте книжку по истории, она дорогая, вот, к сожалению, да, не я ее издавал, а издатель издает ее маленькими тиражами, стоит она дорого, вот, даже призывать вас к покупке книги, я не могу, как полагается, наверное, на презентации, вот, но, в любом случае, спасибо, что пришли, меня послушали, вот, может быть, это было для вас тоже не бесполезно, мне тоже точно это было приятно, спасибо, спасибо.